Мортал Спиритус Работа с Лилит Ну окей Как всегда, выйду из плана Вместо видеоролика, который вот-вот должен был выйти Восвященный Ким Банди Мы с вами поговорим про Лилит Хорошо Лилит действительно по-своему характерна И своеобразна И у нее есть свои особенности работы Лилит структива Лилит не с каждым мужчиной И также не с каждой женщиной Будет работать и взаимодействовать Внутри программы данного канала Тоже есть своя система сигнализации Поэтому для мужлана и женоненавистника Она будет чудовищем Для женщины С трактивой Характерной, сильной Которая способна управлять своей жизнью И быть независимой Она будет прекрасным Творением, образом сексуальности Образом бунта и все прочее Не забывайте, пожалуйста То, что вообще сознание человека Это некое зеркало Зеркало, внутри которого есть программа И вот когда дух Как бы в переносной форме В него запрятывает и сматривается Возникает Отражение на нашем сознании И или это Лилит Богиня Богиня Черного темного древа Богиня мира Отражения Богиня Сидра Ахра Или это Чудовище Своего рода Демоническая мать Подобная Теомат Подобная Калия Если у вас есть Какой-то страх Передвигает Это своего рода Слабость Когда мы прикасаемся К любому Темному духу К любой сущности Будь то гаэтический демон Будь то клипатический демон Если вы боитесь Не стоит Это показатель Показатель слабости Это показатель того Что вы не сможете Вы с этим Работать Что есть Цемное древо Что есть Прикосновение К лифе К лифе Каждого Каждый Собственно На этом древе Это своего рода Процесс познания И исследования И тот Кто к этому Не готов Он просто Не пройдет Сработает Вот эта Так называемая Сигнализация Для него И лилит Будет монстром Для него И Люцифер Будет Так скажем Весьма опасным Духом Взаимодействовать С инфернальным миром Всегда сложно Но Опасаться лилит Например Но работать С гаэтическими Демонами Это тоже опасно Знаете об этом Бесы тоже по-своему Опасны Взаимодействовать С сатаной Который по преданию Являлся Одним из Мужей лилит Есть очень большое Количество апокрифов И мы с вами Сегодня Обязательно Коснемся Апокрифов И психологии Потому что Я уже хочу Раз и навсегда Разобрать Вот эти вот Страхи Мифы Которые существуют В интернете Так С этим уже Мы разобрались То есть Лилит Это по сути Один Одна из Демониц По сути Одна из Демонов Например Работать И взаимодействовать С Смодеем Который является Кстати Также Согласно Апокрифам И преданиям Мужу Младший лилит Но это Как-то странно По сути Это Весьма Весьма Близкая И похожая Природа Но это Не столь Важно Посмотрите На людей Которые Пишут О лилит Говорят То что Лилит Убивает И лишает Всего Но тогда У нее просто Не было бы Последователей И если Так скажем Обратиться К законам магии Любой Грегор Нуждается В усилении Если Например Обращать Внимание На Кражу Внешности Красоты Здоровья Ну это Так скажем Единоразовое Питание Так скажем Через Трубочку Зачем Если Любой Грегор Жаждет Усиления Ему Нужны Вот эти Сильные Точки За счет Которых Он будет Увеличиваться И развиваться Но Каким Образом Он Будет Это Делать Если Все Последователи Просто Так скажем Уходят На тот свет Или лишаются Всего На свете Просто Включите Логику И подумайте Об этом Видеоролик Будет В жанре Разговорного Посему Я могу Иногда Возвращаться От темы К теме Поэтому Прошу прощения Значит Мать Кошмаров Вот смотрите Все-таки Лилит Несмотря на Свою историю Историю Сегодня Мы ее Также Разберем Это все-таки Инфернальный Дух Который Отчасти Отчасти Потерял Свою природу Даже Если Обратиться Вот Хочу Обратить Ваше внимание Если вы Изучаете Лилит Только Только Потому Потому Что Они Прекрасно Понимают Что Это За Энергией Опять же Повторюсь К Истории Лилит Мы Обязательно Прикоснемся Лилита Такой Весьма Интересная Ассоциация Обратите Обратите Пожалуйста Внимание Во многих Традициях Во многих Направлениях Вода Всегда Была Связана С Изначальной Тьмой Изначальным Хаосом Вспомните Пожалуйста Традицию Вуду Змея Да Дамблу Вспомним С вами Древний Египет Там Из-за Цемы Вообще Появился Мир По-моему Звали его Нун Если мне Не изменяет Память Вот То есть В очень Многих Традициях Вода Была Связана С Тьмой С так Назованным Хаосом Откуда Произродилось Откуда Произошло Все Темное Здесь Отчасти Идет Отсылка К ней Как К матери Изначальной Тьмы Считается Что Лилит Связана С Шумерскими Духами Лилит У которых Было Три Ипостаси Лилу Лилиту И Лилит Ардат И считается То что Когда Иудеи Вошли В Хананские Земли Они Позаимствовали Данное Имя И таким Образом Появилась История Лилит Обратите Пожалуйста Внимание То что Да Изначально Эти Три Духа Они Были Никак Не Связаны С Материнством Так Снова Шумер На улице Прошу Прощения Никак Не Были Связаны С Материнством Действительно Это Были Вампиры Это Были Убийцы Это Были Похитители Детей Но Давайте Рассмотрим Суть Когда Мы Рассматриваем Любой Миф Не С точки Зрения Истории Культуры Когда Мы Рассматриваем Его С точки Зрения Магии Мы Должны Понимать То Что Это Своего Рода Ключи Ключи К Программе Духа То То Что Он Выражает В том Он И силен И С ним Можно Работать И С ним Можно Взаимодействовать В Жреческом Когда Речь О Жречестве Все Достаточно Интереснее Все Более Сложно Но Когда Нибудь Я В следующий раз Посвящу Свой Видеоролик Именно Вот Что Такое Кто Такой Точнее Жрец Кто Такой Маг Кто Такой Колдун И все Прочее 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 Всему Свое Время Как Повествует Предание Лилит Покидая Эдем Обрела Крылья Самое Забавное Что Очень Часто Есть Такая Фигурка Страстная Лилит И у нее Там Крылья Ангела Но Это Не Совсем Правильное Изображение Потому Как У Лилит Согда Были Крылья Совы Потому Что Опять же Как Повествует Предание Покидая Эдем Она Обрела Крылья Совы И Собственно Покинула Эдемскую Землю Ну Собственно Поэтому Как вы Понимаете У нее Тотемным Животным Является Отчасти Сова Так Убийца Детей Обратите Пожалуйста Внимание Что Первая Женщина Которая Прокляла Своего Ребенка Была Не Лилит А Именно Была Так Скажем Ева Когда Кайн Убил Авеля Как Повествует Тора Лилит Прокляла Своего Сына Это Было Первое Проклятие Более Того Это Было Первое Материнское Проклятие Которое Которое Произошло На Земле Лилит Когда Она Находилась На Берегу Красного Моря К Ней Пришли Три Ангела И Было Дано Условие Либо Ты возвращаешься В Эдем Либо Мы Тебя Разорвем Убьем И уничтожим Что же Она После этого Должна Была Радоваться Улыбаться Естественно Ей нужно Было Создать Какую-то Уловку Каким-то Образом Защитить Себя В этом Отчасти Лилит Но еще Хочу Добавить Знатоки Истории Меня поймут В Израиле Была Очень Высокая Смертность У детей Обязательно Нужно Было Найти Этому Явлению Какое-то Оправдание Зачастую Дети Да и Люди В любом Возрасте Если это Смерть От болезней Если это Природная Естественная Смерть Я кстати Это очень часто Наблюдала Занимаясь Волонтерством В хосписах И Диспансерах В домах Ветеран Что очень часто Человек Умирает Или на закате Или ночью Его то есть Уже Находят Холодным утром Отчасти Вот Здесь Была Проявлена Самолилит В этой истории Но по сути Вы знаете Любое божество Смерти Ему Можно Привязать Любое Подобное Событие Любое Подобное Мероприятие Ангел Смерти Сама Смерть Люди С ними Работают Понимая То что В руках Этих Духов Отчасти Находится Их жизнь Теперь Разберем Следующий Момент Что Лилит Всего В общем-то Лишает Полностью Распатронивает И Женщина Остается Ни с чем Ну а первое Давайте начнем С того что Лилит Многолика Есть Лилит Старшая И Внутри Как бы Этого Духа Существуют Личности Или Лики Которые Имеют Определенные Имена Значит Есть Лилит Старшая Ну я думаю Вы уже посмотрели Мой видеоролик Вы уже знаете О чем идет Речь Есть Лилит Младшая Которая Является Как раз Образом Сексуальности Искушение Своего рода Влечение И Вожделение Ведь Как рассказывают Некоторые предания И апокрифы После того как Лилит Покинула Эдем Она еще Множество раз Соединялась С Адамом И Ева Обнаружив это Вступила В сексуальную связь С Сатаном И таким образом Появился Каин Существуют Даже такие Предания Теперь Почему Лилит Связана С Менструальной Кровью Мне понравился Сегодня Комментарий Вконтакте А что Я не знала Что у Лилит Есть Менструация Ну давайте Разберем С точки зрения Израильских Законов Женщина У которой Происходила Подобная Так называемые Женские Дни Она была Нечиста Она не могла Входить В храм И мужчина Не мог с ней Вступать В сексуальную Связь Он таким образом Считался Нечистым То есть Женщина До этого Пригодная Для сексуального Контакта Во время Лучше держаться От нее подальше И как вы понимаете Поскольку Лилит Была Антиподом Ева Для Израильского Сообщества Естественно Подобные Ассоциации Закрепились И за ней Сейчас я просто Разбираю Вот эти Пугалки Несовременные Вот даже Пугалки Прошлого Которые вы найдете В интернете Следующий момент То что Лилит Вместе с Самоэлем Тоже есть такой миф То что Лилит С Самоэлем Приходили Приходили С другими Инкубами И суккубами Похищали Мужское И женское Семя Для того Чтобы Так скажем Продолжать Свой род Плодить Иных Духов Очередная Страшилка Для того Чтобы Хотя бы Как-то Стабилизировать Гигиену Если мы с вами Очень глубинно Начнем Исследовать Историю Мы знаем Что в те времена Была развита Антисанитария Венерические Заболевания Нужно было ввести Хотя бы Какие-то Правила Так называемые Гигиены Но и Будем С вами Помнить О Духовном Развитии Так скажем Того Общества Когда нужно Было Каким-то Образом Усиливаться Игрегор Яхве У него было Множество Имен Я буду Говорить Яхве Дабы мы С вами Проще Понимали Друг друга Естественно Нужно было Калиброваться С высшими Энергиями И Не давать Свободу Своей плоти Не калиброваться С Нишими Проявлениями Не то чтобы Нишими С темными Проявлениями Самого себя Таким образом Нужно было Создать определенную Программу И пугать Народ Да В сексуальной Магии Есть такие Направления Где используются Мужские Женские Жидкости Для того Чтобы Насыщать И Кормить Темных Демонов Духов Но из них Никто не рождается В конце От концов Ну Это Просто Вред Силы Кобылы Ну Теперь Давайте С вами Разберем Лилит С Так скажем Психологической Стороны Как вы знаете Когда мы Выбираем Богов Вообще Человек Использует Следующие Модели Либо он Выбирает Те стороны Которые ему Нужно Проработать Либо Выбирает он Того Кто Максимально Близок Ему И Вот Посредством Вот этих Подобных Явлений Как раз Формируется Связь Да Если Человек Выбирает Силу Но она Не резонирует Ему То есть Вот есть Одна Программа И он Выбирает Полностью Противоположную Ему Программу Естественно Может Возникнуть Проблема В этом Есть Определенная Характерность Лилит Вот Представьте Собя Есть Например Загон И Если К Двум Козочкам Поставить Козочку Ничего Меж Ними Не Произойдет Но Если Меж Двух Волков Голодных Поставить Козочку Волки Ее Сожрут В этом Есть Ни Такой Закон Калибровки Опять же Повторюсь У Лилит Не Всегда Простые Взаимоотношения С Мужчинами Меня Радует То Что Присутствует Литература Где Мужской Пол Весимо Качественно И Хорошо Описывает Лилит Например Лилит Богиня Ситра Ахра Прекрасная Книга Я сейчас Как раз Занимаюсь Переводом В Моем Паблике Но Есть Те Которые Про нее Что-то Негативное Рассказывают Все Очень Просто Внутри Них Просто Есть Определенные Качества И Лилит Отобразилась В Зеркале Души В Зеркале И Сознание Именно Таким Негативным Образом Все Очень Просто Посему Если Вы Хотите Работать И Взаимодействовать С Лилит Вы Все Так Обращайте Внимание На Черты Вашего Характера Если Вы Понимаете То Что Вы По Природе Ева Да Осторожно Очень Взаимодействуйте С ней Работайте Аккуратно С ней И Попросите Ее Трансформации И Изменения Тогда Все Будет Проходиться Более Менее Мягко Да И Вообще Хочу Сказать То Что Когда Человек Вам Натра Не Обязательно Верить Всему Что Рассказывают В интернете Я имею Ввиду Даже Себя Исходите Из того Как Это Чувствуете Вы И Когда Вы Кого-то Слушаете Обращайте Внимание Противоречит Это Вашему Изначальному Видению Или Нет Это Мой Вам Добрый Совет Потому Что Очень Много Информации Есть В интернете Она Разная Не Забывайте Пожалуйста То Что Какое-то Мнение Оно Порой Имеет Право На Истину Порой Не Имеет Права На Истину Всегда Найдутся Те Которые Поддержат Идею Видения Всегда Найдутся Те Которые Его Провергнут Обращайте На это Своё Внимание Так Про Психологический Аспект Мы с вами Поговорили Ну Теперь Пойдем Про Физический Значит То Что Лилит Как Инкуб Ой Прошу Прочнее Как Суккуб Лишает Сил Значит Очень Часто Лилит Ну Мы С вами Говорили Да В начале Видеоролика Может Проявляться В каком-то Кошмаре Очень Часто Особенно С мужчинами Она Проявляется Именно В таком Сексуальном Аспекте Такое Имеет Место Быть Когда Наш Мозг Видит Подобного Рода Сны Он Не Отдыхает То Что Тело Находится В расслабленном Состоянии Наша Нервная Система И Прочее Работает Таким Образом Не происходит Отдых И человек Просыпается В расслабленном Состоянии Следующий Момент Бывает Такое Да Тоже Слышала Мне В чате Люди Писали Про Кровотечение Болезни Так Ну Поехали Во-первых Лилит Младший Лилит Это Самый Ближний Близкий Аспект К Человеку Потому что В нем Всегда Есть Сексуальная Энергия Ну Конечно Есть Очень Много Демонов Отвечающих Сексуальной Энергией Но Я Именно Сейчас Говорю Про Женщин Значит Смотрите Лилит Включает Внутри Женщины Определенные Сексуальные Состояния Это Связано Как С Соблазнением Так И Внутренним Психическим Психологическим Состоянием И Зачастую Это Работа С Определенными Гормонами Которые Активируются И Включаются В организме Женщины И Не Каждый Организм Способен Это Вынести Это Своего рода Как я Рассказывала Своим Учащимся Вот Представьте Себе Водонапорную Трубу И Какой-то Ее Элемент Не Работает Возникает Течь То есть Уровень Воды Поднимается И То Место Которое Пробито В нем Возникает Течь Естественно Происходит Болезнь Это Имеет Место Быть Следующий Момент Если Вы Совершаете Ритуал И На Следующий День Заболевается Вы Пожалуйста Не Сходите С ума И Будьте Рационалистами Все Таки Мы С Вами Люди 21 Века Мы Знаем Очень Много О Медицине О Химии О Физике Посему Не Может Быть Такого Что Вы Делали Ритуал Будучи Совершенно Здоровом Состоянии И Вдруг На Следующий День На Второй На Третий Вы Полностью Свалились У Вас Просто Уже Это Изначально Было Любая Энергия Не обязательно Лилит Когда Происходит Калибровка Энергий Физика Человека Ослабляется И Следовательно Слегка Несколько Падает Его И Вот Эти Пробойные Обнажаются Поэтому Пожалуйста Обращайте На это Внимание И Будьте Рад Даже Коронавирус Который Был Не так Давно Не бывает Такой Чтоб Человек Сделал Ритуал И Заболел Коронавирусом Нужно Время На На То Чтобы Бактерия Попала В организм Чтобы Она Вступила В Стадию Размножения Преживания Размножения И уже Потом Работу Над Какой-то Конкретной Определенной Системой Пожалуйста Это Учитывается Так Ну и будем С вами Постепенно Закругляться Вообще Вы знаете Мне очень Понравилось Мнение Одного Из равинов Вот Опять же Повторюсь Очень рекомендую Вам послушать Именно их Лекции Улерит Очень интересно Один из них Я не буду Называть имен Захотите Найдете Вообще Называет Лилит Одно Из Граней Адама Когда он Находился В Эдемском Саду Прочие Равин Весьма были Интересны Его рассуждения Когда он Сказал Обратите Внимание Что Именно Не Ева Именно Не Лилит Дала Яблоко Плод Познания Добра и Зла Как он Называется В Библии В Торе Он звучит Несколько Иначе А именно Ева И На это Наверное Также следует Обратить свое Внимание Еще Мне понравилось Наблюдение Одного Уж Не знаю Если честно Равин Или нет Но понравились Его мысли Размышления Которые Я сказала Вот смотрите Только Изначальный Бог Согласно Писанию Имеет Право Преобразовывать Одно Вещество В другое За Гранью Физических Рамок Человека И Если Он создал Изначально Лилит И соединил Ее с Адамом То Значит В ней Не было Абсолютного Зла И И если Она Имела Право Если Она Имела Возможность Проявлять Свой Характер Проявлять Свои Подобные Особенности Да То Что Она Не захотела С ним Отлежать В той Позе Которую Захотела Адам Это Это Говорит О том Что Она Была Выше Нежели Чем Человек И Она Сама Смогла Покинуть Эдемский Сад И вот Его Фразы Были Достаточно Интересные Мне Они Понравились Также Он Добавил Демоница Не Смогла Бы Находиться В Эдемском Саду Просто Не Смогла Бы Ввиду Определенного Энергетического Состояния Этого Места Если Начать Внимательно Исследовать Очень Многих Демонов Того же Самого Самаиля У Которого Есть Шанс На Вреабилитацию То Возвращение Ангельской Природы Это Говорит О том Что Есть Определенные Положительные Программы Аспект Плюс В этом Духе То же Самое Касается Лилит То есть В ней Есть Как плюс Так и Минус И я Снова Возвращаюсь К тому Что У каждого Человека В сознании Отображается По разному Для кого Это Прекрасная Сексуальная Немоверная Красивая Дева А для Кого Это Действительно Демона Чудовище Все Зависит От того Кем Вы Являетесь И Какой Внутренний Заряд Вы Имеете Есть Очень Интересное Предположение Которое Развивается В книге Асенат Мейсон Посвящен Лилит Известно Что Изначально У Иудейского Бога Была Жена Ее имя Было Шехира Шахира Кто-то Ее Называет София И Считается То Что У этой Богини Было Также Несколько Ликов Так Вот Подобно Кали Лилит Является Проявлением Темной Энергии Темного Я Темной Природы Данной Богини Такая версия Имеет место Быть И вы Это Можете Найти В книге Где Подробно Рассказывается Даже Про Ипостаси Жены Жены Единого Бога Прежде Чем Выстроить Какое-то Впечатление Нужно Прошерстить Очень много Материалов Опять же Ищите То Что Будет Резонировать Вам Очень Интересно Общаться С Фунганами Мамбо Также С теми Кто Практикует Кимбанду Имеет Определенный Статус Многие Из них Люди Которые Также Любят Развиваться И некоторые Из них Говорят Что Лилит Очень Напоминает Эрзули И у нее Как будто Два лика Эрзули Фреда И Эрзули Дантора Все зависит От того Кого мы Конкретно Призываем Те Кто Практикует Кимбанду Именно Официальные Так Скажем Люди Имеющие Определенный Статус В данном Направлении Говорят Что Кстати Самоэль И Лилита Весьма Похожие С Эшей Помпожирой Такие Аналогии Присутствуют Но это Впечатление Людей Не более От того Я все-таки Рекомендую Вам Изучать Официальные Источники Начать Именно С этого И исследовать Историю Лилит Понимаете Магия Это То Во что Нужно Вкладываться Я уже Говорила Про дары Да Дары Это тоже Своё родовложение Если вы Хотите Вернуть Например Мужу И предлагается Лилит Или любому Другому Деву Всего Бутылочку Вина Естественно Если вы Делали Действительно Рабочий Ритуал Эта Энергия Может Взяться И с вас Имейте Это Ввиду Но когда Человек Начинает Рыскать Искать И становится И становится Открытой Информация Это тоже Своё родовложение Которое Силами Также Ценится Ничего Не стоит Нажать Кликнуть По Ютубу Ввести Определенное Имя Посмотреть Какое-то Мнение И Так скажем Сложить Единый Образ Лучше Все-таки Заниматься Исследованиями Развивать Себя Как Мага И Как Личность Помните О безопасности Помните О контроле И Слушайте В первую очередь Себя Я постаралась Все максимально Подробно Разобрать Естественно Есть люди Которые Некорректно Работают В магии Которые Приносят Страшнейшие Жертвы У которых Повернута Психика У которых Есть Определенный Забой В программе Но Это Их Внутренние Некорректные Файлы Это Их Внутренняя Неправильная Картина Мира Которая Формирует Подобного Рода Сценарии Посему Опять же Повторюсь Выбор Каждый Делает Сам А вы Должны Слушать В первую очередь Себя Потому что Вся Информация Ну и Как Говорит Мой Близкий Человек Вся Информация Находится Внутри Вас Ее Просто Нужно Найти И на У меня на сегодня Все Берегите Себя Своих Близких Всего Вам Доброго Пока